ждите меня с первым лучом солнца я приду я приду сегодня вечером у него даже не на пятый день обращение вечером на т1 приходится т1 там делает дайв выходит спокойно на бот ротируется по всей карте устраивает драки на драконе с фланга в кусты врываясь в санде троих и так далее и так далее то есть очень-очень большая польза вот такие дела друзья вот такие дела и пока ну кейм лорда просто выглядит противорисовка команда слабее явно слабее я честно говоря думал что нави смогут с бодаться у меня было ощущение я тоже самое ожидал но пока у нас вчерашняя серия принципе напоминает то что было позавчера и пока сегодня с геймлорда наоборот как бы геймлорды сделали ставит то же самое что с ними делать чтобы здесь что мне кажется нет мне кажется даже нами выглядели увереннее против геймлордов чем сами геймлорда сейчас против фиксов возможно учитывая у меня такой счет сложилось учитывая насколько сильно не прошлая серия засну болелась между риксами и геймлордами какая первая карта сейчас было есть я боюсь что у нас может быть не ни одна карта из 36 и 6 килов так сказать в гранд-финале как это было в прошлый раз что у нас там по драфту пока галю вай и сена квай теперь знаешь какое-то повышенное понимание свете событий которые произошли этой ночью с выходом аркейна по другому 100 начал немножечко относиться уже к персонажу раньше вай для меня было незаметно и и почти мало очень играли так далее очень очень зря артем очень зря сейчас прям в интерес был великий матч понимаешь на миде против меня и как у как его звали быстрый афин стример по вову помнишь такой был который играл в лол его то пошел только райза я при выходе вайпер лизева играла не на миде против афина вот я убил его наверное раз 6 а после этого он выиграл я закончил 927 и проиграл второй раз умерев у нексус своего предефе и али олив я уже и афин надел шляпу такую какой-то знаешь аки шотландскую это какой-то дудки начал играть супер крутой был чел конечно мировой что у нас складывается в комбинации во первых мы не отметили то что ликс и снова игра по синей стороне кстати потому что геймлорды сами выбирают вайт сайт а это значит то что у нас команды пока играют две партии с одинаковых сторон это раз во вторых что кардинально изменяется в драфтах у нас есть как бы до сих пор грейвс у риксов но на этот раз есть фиора вместо ривен то есть чемпион который ориентирован но все-таки чуть больше наверное на дуэли и спид пуш хотя риэта сама любит заниматься этим же самым но на этот раз будет фиора то есть сильный лейнер чемпион который любит скейлиться и чемпион который любит дуэли и один на добить вышки спицы с команд при этом рис и просто снежс 0 рэндом и кей олив эйкей лучший топ лейнер выше серии стоит на топе за фиор против грагаса на этот раз хест редэпшн хорошо продавлят фрэнда уже торопится играет за сцену есть во есть грейвс на миде дианы поэтому есть чем тамповать на боте можно и подождать ну на боте точно будет приоритет первые пять минут мне кажется у геймлордов и стрэш и лица но очень сильная двойка выделяли первые все минуты я я решил взять 5 потому что потом как бы все что хорстом произойти вообще да при должен быть постоянно пока там сена будет съелиться в целом больше будет через топ-сайт играть рикс и здесь на вижу не снич находится где размещается прогоняет отсюда грифса снич просто запушивает линию ну как прогоняют снищет второй раз это сделал он сначала первую пачку запушил сместился поставил в арт вторую пачку запушил пошел олаф напряг то есть уже какое-то давление от грифса оказывается рэндом рэндом грызет топ ух ты красиво попадает в клюк людо то он будет ли сам флэш а цедану только после воспламенения и рендепшн доигрывает по нему слыша это первая кровь от геймлордов хорошие задела то чтобы доминировать нижнюю линию тем временем верхняя линия санджирина опять душит под т2 просто его забирают сейчас и первое убийство для брендом а здесь еще пытается френда додавить но при этом погиб чес на этом дайве один в один раз мне получился но в суммарные деле плохо для команды рик джи джи потому что им бы очень хотелось залутать всю эту испу они терять ее это само собой то есть намного лучше линии лордов тем более погиб трэш что в принципе релевантно я вот мяча здесь никуда уже не смещается мне кажется дум даже пожадничал сейчас слышал потому что не знал дум прожал ли скачок веджес хотя вроде как он должен был этом видеть так как он находился на короткой дистанции достаточно с мид лейнером оппонента а после того как брожал свой вайлдбрекер он был как раз таки достаточно далеко от него все равно скорее всего скачок был прожат так и стал жарить бомб ухты и как хорошо теперь заходят ребята и здесь же на нижний сайт играя по хеста однако клю почти погиб френ что будет делать френ немножко запутался в своих шагах мне кажется тем временем топ г продолжается рынок и продолжается и выживает все равно олив реки рэндом нужно будет его как-то знаешь понять как называть ну давай будет рэндом пока а если мы скажем мы скажем что как всегда виноваты не мы но пашка ты виноват уже для кого-то другого обвинить вот вместо себя если что мы скажем что она с чат надавил даже если он этого не делал а он этого и не делал так по френды здесь играть если его поймал прилетает сюда клют должен размин какой-то дать но при этом отстрел от редэмшена клю выходит отсюда больше не ряда дешу там куда он достаточно большое но только что прожил плюс еще и прокачан был естественно на один ты знаешь можно даже сказать что вальхауна нас надавила сказал что это рэндом ну да такой лидер запасли опять первый раз никто не виноват конечно друзья понятно то играешь еще три счета 3 все ведут но несмотря на это не по золоту потому что на боте вот эти вот дай вы принесли очень большой профит команде гейм лорд потому что экспу и золото потеряли ребята из риг за крипов именно поэтому сейчас опять надежда на топ-сайт ну как бы то но с другой стороны гавы сена 2 убийства для себя путь по золото я конечно серьезно отстает но в любом случае это и релевантно все-таки она души свои стакает и так далее при этом получаю для себя герольда на верхней линии плюс еще вышку сверху заберут и фиора уже 30 фиора ну просто уничтожает грагоса и я не думаю что то что redemption там 202 и чуть-чуть вышел вперед как-либо может гейм лордом в данной ситуации по крайней мере помочь учитывая что нужен темп они на 2000 уже отстают хотя сейчас на нижней линии как это про группе над происходит понимаешь варианты здесь два артём нужно либо играть с топ-плейнером либо самому топ-плейнеру играть аккуратнее хороший рут по двоим идет тут здесь уже в edges а где же находится в этот момент дум дум идет только спасет беджер немножко застрял и поэтому он здесь точно никуда не выходит по нему идут два контроля еще и два таких этапа тасс вылетит на клю это не удалось сделать и ответное убийство от команды рекс джи более на году еще будет идти дальше у него один на боли это еще один ты один вышка для рексов то есть а пока вот этот дайв от гейм лордов проходил рекс и рендом и дом успели забрать вышку на верхней линии с герольдом даже забрать герольда забрать фишку сместиться на нижнюю линию забрать здесь помощью ультимейта вайп держится и после этого еще и вышку на нижней линии брать и как бы вроде как гейм лорды пытаются что-то форсить вот эти вот дайвы но почти все размены всегда оказываются в пользу рексов просто потому что они лучше двигаться по карте лучше дают рыб так происходит плюс здесь план тысячи есть у них конечно когда у тебя настолько жесткий топ гэп где у тебя 301 из топперов и другой сильно отстает это один вышку потерял более того еще и два в саде 1 из 2 практически играет на верхнем саде когда преимущественно зефт находится там когда-то на боте помогает катаны меди что-то коврит если беджа смещается либо 4 приходит на бот тяжело такая что санжерену но есть причины почему ему не помогают я уверен и вот сейчас очень хорошо обузит френда сначала на боте потом на меди не лучшая игра френда точно прям сейчас но все равно по золото преимущество есть неужели зефт редэпшен отдаст красное усиление наверно как самому главному керри команды геймлор прямо сейчас на сто процентов по моему 302 у него уже должен быть счет то есть он довольно сильный на рэндом и заходит санжер вместе с зефт и будет ли пытаться рэндом здесь 12 развернуться пока так знаешь детская прыгает вперед на при этом отходит назад ака не торопится если в словил хук сейчас думал кстати мог бы решиться скачка потому что рядом тоже уже находился зефта и третью то один вышку забирают ребята из риджи джи да они отдали дракона но внешние рубежи все сняли коллективы геймлорд и поэтому теперь остается работать только под два а по vision уже весомое есть преимущество да то есть благодаря тому что они все это один вышки сняли соответственно пачки можно дальше запушивать можно из-за этого пока эти пачки принимают соперники у вас открывается возможность заходить в вражеский лес забирать себе vision намного глубже это делались во вражеском лесу плюс вы можете забирать вражеские лесные кимпы что дает вам еще больше золота то что выйдите кимпы забирайте соперники их не забирайте вы фармки и свой лес и чужой и так вот медленно наверх благодаря тому что вы собираете пышки вы можете наращивать свои преимущества еще просто такими пассивными действиями отжимая карту для чего вам легче после этого забирать драконов легче готовить там на шор и когда он появляется на карте тогда я только что посмотрел в чат артем увидев сообщение от одного из игроков из наших зрителей то есть не спойлерить происходящее в одном небезызвестным так сказать мультсериале не хочу спойлер да нет тебе вопрос задержка артёха задержка друзья плюс 4000 золото у лизы джи что будут делать теперь пока фиора не смещается давить садили все верно и туда нужно несколько игроков чтобы ее замочить она нажимает реку будет проходить рендом дракону не уже и так я думал то 2 будет давить под пачкой на но при этом теряю сейчас волны геймлорды на верхней линии на нижней линии все запущено и нужно в себе рекс и что хотят именно драку до драконе свера дать было возможности 2 взять у них преимущество 5000 мне кажется фиора здесь просто стол эту драку может выиграть 400 и не нужно было то что сейчас 4300 дума ходит короткой кушкой от врыва с инжирена который ловит ловит рута цены рендом хороший плет от ну и все есть трендом и теперь по кому работает потому что нажимает ультимейт как раз в редэпшена или дэпшена же и забирает до возможно ценой своей жизни а возможно и нет потому что его не забирает зефта не хватает у него урона по нему урон входит очень болючий поэтому 5 в 1 размениваются риксы снова теряя только с нича легкий инфернали для них опять хорошая драка триксов то есть сначала клево неплохо заинициировал из-за чего по моему redemption сразу свой скачок потратил на вверх за ним до флешился рендом который там один в три уже после этого помог ему дом разобрался с соперниками и даже несмотря на то что redemption был там 30 это ему абсолютно ничего не дает когда ты берешься против такой сильный фиоры у которого же почти 10 тысяч золота а это как бы одна треть того что имеют геймлорда ну бывает такое когда большинство золота содержится в одном чемпионе это не всегда плохо вопреки тому как это иногда знаешь оценивают кастера когда говорят что лучше когда там распределено нет лучше когда на кейре золото ну как бы пойдет вот это количество что был урон идет телепорт не ждет здесь на этот раз рандом и погибает находился один из игроков на спидпуш и по-моему это рандом был я не помню кто-то находился кто-то был на спидпуш и это хороший брейф от геймлордов потому что тут четверых смогли намять остался только френд который кстати погибает зачастую наоборот первым или единственным в своем коллективе но увы в патче 2 и 5 произошло изменение которое не дает возможности ли к сам отдать барона шара оппоненту потому что теперь появляется только на конце 30 минут очень странная какая-то драка от риксов опять вот эти вот а из серии серии у нас продолжаются когда команды в высшей серии пытаются контестить герольдов драконов 4535 когда они чувствуют чуть-чуть свою силу да там преимущество с 5000 золота но вас фиорен и спидпуш и вы заходите просто поисчекаете лицом объект когда у соперника есть трэш получаете хук лицо сразу поэтому там по моему то ли дума то ли плюс сразу же ваншот 0 и драка уже было 45 плюс пока нету рэндомов тимфайте пока он прилетит драка все это время проходит 35 его трендом прилетают у него уже минус 2 и как бы он один в четыре потом прыгает и отроку геймлорды вот все риксы полностью проигрывает и позволяет геймлордом немножко в игру вернулся пас ничего играет на сайте в биржес помогает денис ветом фрэнд но скорее всего ой пожарничал флэшом казалось бы с ничего мне кажется его забирался с хеста в любом случае и вот по золоту уже почти выровнялись геймлорды все свое отставание они нивелировали более того сейчас еще и клю могут забрать который теряет скачок и еще и воспламенение ключ забирают геймлорды strikes back и они уже теперь лидеры этой карты мне кажется немножко риксы себя переоценили потому что вот смотри посмотри на предметы как бы клю который ведет на 2000 голды у хеста до обстоим предметы хеста вот кто из них более танковый кажется а клю танкует 45 до того как прилетела ривен после фиора конечно но как танкует он пытается это делать я рискал что он прям танкует в любом случае риксы очень хорошо стелиться и как бы то в каком состоянии игра сейчас она как бы изначально если посмотреть на сетапы примерно так и должна была есть какое-то преимущество именно по драфту в роли гейме должно было быть за геймлордами именно нет больше должно быть преимуществом ну да сейчас но как бы суммарно риксы просто лишь немного свели игру к тому как она проходить до вода у них до сих пор из 12 700 на фиоре они никуда не делись есть как бы боток стирак и трайфорс и все это на одном чемпионе на гипер керри да не так много золота на френде хотелось бы больше на другой страны френд подстакивает души данность самая основная проблема на самом деле это то что с ничь абсолютно голый по дикому ущелью ходит аж он 04 у него очень мало денег он остается ну как тысяч отрежется но слотова предмета есть два предмета есть понимаешь сказать что сын жиринку это одеты в сравнении с с чем тоже будет ошибкой правильного принципе а примерно как раз таки вот в равном состоянии но при этом если посмотреть на верхней линии сравнить рэндом и свежесть если мы сравниваем с инжирен и с не чат они на одном уровне то есть сродить с жириной и рандом это это где твой уровень дорогой потому что там слишком большое преимущество по золоту конечно плюс 5к забирают гордом а на этот раз гейм лорда получает небольшой щиток это всегда приятно вообще я на самом деле очень хайплю за гордого дракона именно в дрифте потому что это мини душа дракона в лоле я бы даже сказал микро душа но все равно приятный щит про полка ли улетела что-то в щит вернулся обратно в аджес берется синебаб все рексы очень бедные в сравнению с оливом и строению со всеми остальными да и нужно просто разыгрывать как-то 131 но при этом очень рискованно оставлять чапы пока рядом с ним находится дом нужно просто шедовать играть так сказать тенью рядом со своим грейсом на случай если будут пытаться разыгрывать но при этом я кажется что если вежать зевты будут два на два раза против дома с ничем то есть вероятно что грехсы и не вывезут драка 2 на 2 но тем временем рэндом отправляется опять на верхний коридор в своем так сказать купальном костюме попать и фиора я помню как ты 5 числа прошел наказ чемпионата мира я не знаю что ты говорил но предполагаю что говорит что пока меня нет ты будешь комментировать в соло и поэтому сейчас писал соло пассажирену играетесь рэндом 1 vs 2 он должен по идее выносить но понимаешь что подходит ловит хук слыша пытается это не получается можно на шкором а заберут ли ингибитор вышку мне кажется точно нужно форсит а шор ингибитор вишку не брать потому что смещаются как раз таки наш раз защищать сейчас глю поймали он вы флешивается теперь играют по френду он тоже свои а самодерки тратят этим временем дом вместе с ничем поймали держится пытается забрать диану на диана хорошо станет уходит и в итоге драка по моему закончится без какого-то размера да и остается на полных ресурсах без ульты и экзоста только с нич у него полный хп и достаточное количество маны для тимфайта а пытаются геймлорда забуртить на шора что и вполне возможно даже удастся учитывая то что отсутствует дум он же ворону 4к хп а сам барон не так уж и много наносит урона и поэтому здесь клюв стревает и дерется до конца посмотрите телепорт нажимает рэндом это все ли ничего драка будет продолжаться саджеред успевает выйти на рекол восстановить свое здоровье но не остановим здесь рэндом потому что идет вперед выбивает скачок из редепшена и зефты и на этом теперь драку уже заканчивается я думаю что это была ошибка я думаю что обязательно надо было забирать нижнюю вышку ингибитора и отдавать барона а после чего отправиться в пятером на верхний сайт депутации дать драку 5 на 5 против барона потому что это всяко лучше чем флип ну странновато какой-то немножечко действия триксов мне кажется они думали что не могут за к уже беда для команды потому что у них погибает видимо фиор забирает он опять впервые находится здесь санджерен просто мстит своим пузом за все что он только что натерпелся в ранней стадии игры не слайка 11 в общем но по золоту между прочим и все еще ведут нам правда сейчас элдар у нас появится старший дракон при этом мертвый рэндом есть 30 секунд у геймлордов чтобы попросить какую-то драку и возможного ближайшие 2-3 минуты игру смогут закончить если заберут для себя старшего санджеренса скачка играть красиво и нажимает порта имени флэша погибая здесь нич это 11 в общем тёпыч будут забирать морского старшего никто этому не помешает возможно попытается дум на дума будут забирать в эджисах с то вместе взяты забирая галю который собрался в а.п. нет у него дефенсивных показателей не будем утверждать там ошибка это или нет будем точно утверждать то что геймлорды здесь камбэк 0 игру которая была камбэк тут крайне тяжело они подрались во вражеском лесу нашли момента и заработали плюс 3 к пошли спит пушить по боту втроем забрали одного забрали 2 смотрим на диану у него уже как бы пять слотов готовы закинули играли встречу как бы преимущество у них сколько было тысяч семь по моему 4 с половиной ну в районе 5 любом случае то есть преимущество было прям солидное можно было играть спокойно через сайт линии но вот эти вот драки 4535 по сути все посыпалось когда вот они дрались в районе герольдов а когда с репорт прилетал рендом они там все погибли и в итоге полностью развернули другим лорды и уже работают по т3 на центральной линии забирают и и при этом сайт линии опять запушены рексами то есть все еще можно конечно переждать и 131 какой-то по разыгрывать но в тифой прят выиграете ощущение как будто слишком много урона знаешь входит по рэндаму дум пытается тащить про кастера к рэндам не выходит его уже дуэли чуть не веджес но конечно или дэпшон носит там урон падает ванги хранитель дум дум пытается выйти через верхний сайт даст лутали один килл пассажире ну но в общем и целом это минус 3 для дэпшон будет доигрывать по свечу который вне игры это счет 11 геймлорды камбэкует партию дамы и господа и отвечают нам на вопрос могут ли они взять хотя бы одну до респект геймлордом на самом деле после такого можно и воспрять ту понять что в целом не все так плохо да у вас там за последние два дня было 0 4 уже против риксов но вот 11 в серии и дальше уже все зависит от адаптации драфтам и так далее очень